Щелково постепенно преображается, появляются новые благоустроенные зоны. Вот и улицу Пушкина планируют благоустроить. В прошлом году завершилось благоустройство Пушкинского сквера, который стал еще одним элементом единой пешеходной зоны города. Теперь же на очереди реконструкция улицы Пушкина. Новость обрадовала жителей, однако есть и те, кто обеспокоен вопросом ее благоустройства. Ранее в социальных сетях появился макет улицы, проект не проходил публичных слушаний. Соответственно и утвержден, быть не может. Этот вопрос инициативная группа жителей вынесла на обсуждение, организовав митинг в городском парке культуры и отдыха. Это наш культурный центр. Это улица, на которой находится дворец культуры. Музыкальная школа находится рядом, две библиотеки. К ней нельзя относиться просто вот так, нарисовав красивые картины. Исполняющий полномочия главы Сергей Горелов пообщался с активистами, пришедшими на митинг с щелковцами, дал ответы на вопросы. Макет был представлен одним из застройщиков. Проект на обсуждение не выносился, а соответственное заверение о том, что он будет реализован, недостоверно. Это не законченный проект. Это вообще макет, который еще не проходил согласование в МОСОГО архитектуре. Мы должны услышать мнение жителей. Надо создать рабочую группу и включить туда представителей. Представителей включить и приглашать на обсуждение. Потому что то, что было в макете предложено изначально инвесторам, это было его такое видение. Еще одним вопросом стало строительство нового корпуса лицея номер 7. Возведение здания позволит исключить вторую смену. Решение о строительстве было принято после многочисленных обращений жителей. Не все довольны выбранным для возведения корпуса место. Инициативная группа выступает против вырубки пионерского парка. Родители, чьи дети учатся в 7-м лицее за строительство на его месте школьного корпуса. Сказать, что это пионерский парк, таким, каким он был раньше, я думаю, что это ошибочно. И лучше, лучше сделать нашим детям школу. Потому что, если люди переживают за то, что будут закуплены деревья, я предлагаю сделать хорошую традицию. Каждый класс, не первый, а второй сентября приходит и сажает свой саженец. Пускай наши дети сажают, мы будем к этому прививать наших детей, но школа необходима. Сам же лозунг неравнодушных жителей за зеленый город поддерживают и муниципальные власти. Так, на недавно благоустроенной набережной вдоль улицы Шмидта планируют высадить более трех тысяч зеленых насаждений. Я вас всех приглашаю, потому что объем очень большой. Это будут деревья от двух с половиной до четырех метров взрослые и кустарники. Всего планируем 3300 зеленых насаждений высадить. Это именно на набережной. Преобразятся и другие улицы и районы городского округа. На Парковой запланировано высадить более 200 зеленых насаждений. Это станет стартом программы озеленения городских пространств. Акцию же планируют провести 11 мая. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».